Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале! Я совершенно точно знаю, что очень многие борются со своим потребительским голодом каждый день. Мне часто оставляются комментарии, например, в видео про Черную Пятницу. Очень многие зрительницы написали, что в эту Черную Пятницу также и они, как и я, остались без покупок. И это было потрясающее чувство победы, победы над маркетингом, над рекламой, которая вынуждает, на самом деле, вынуждает нас покупать. Очень часто мы совершаем те или иные покупки, те или иные приобретения, окружаем себя теми или иными вещами, не совсем вообще представляя, зачем мы это сделали, как вообще это произошло и, в общем-то, как бы нам в последующем такую ошибку не совершать и такие вещи бездумно не приобретать. Сегодня я расскажу вам об очень действенном способе, на самом деле очень-очень действенном, который раньше я всегда сбрасывала со счетов. Сбрасывала со счетов, пока на самом деле не столкнулась и не стала его практиковать совершенно случайно. Я человек, который очень любит красивую одежду Я люблю красивую одежду с рынка, люблю красивую одежду из масс-маркетов Люблю красивую одежду люксового сегмента Одежда красиво меня вдохновляет Я как представлю, как я буду в ней выглядеть, у меня сразу настроение повышается Просто от того, что, возможно, эту одежду я надену всего 2-3 раза Опять же, неважно, где я ее купила и куда я ее надену Но вот само ощущение, что я стану обладательницей такой красивой одежды К обуви и к аксессуарам я достаточно равнодушна В общем-то, повышает мне настроение Но при всем при этом, я человек, который, помимо того, что научился сначала контролировать приступы потребительского голода Я также являюсь человеком, который сейчас вообще потребительского голода не испытывает Сегодня я расскажу вам, повторюсь, о таком действенном приеме Как не иметь денег в кармане Я знаю, меня смотрят очень многие минималисты, модницы Очень многие модницы, минималисты, очень многие женщины, которые так же, как и я Неравнодушны к красивой одежде, неравнодушны к тому, как они выглядят И хотят, им нравится, красиво выглядят Но при этом они совершенно четко осознают, отдают себе отчет Что да, мы живем в мире колоссального потребления И это потребление, и также то, что мы приобретаем Очень часто никак не помогает нам выглядеть лучше Нам, современным модницам, нам, современным людям Неравнодушным к одежде, либо неравнодушным, допустим, к интерьеру К тому, чтобы украшать пространство вокруг себя Людям, которым, допустим, нравится питаться здоровым образом Все это не имеет никакого отношения зачастую к тем вещам, которые мы выбираем И которые мы покупаем, потому что стереотипы потребления настолько сильны Что мы делаем наш выбор очень часто в силу этих стереотипов, совершенно не осознавая Так вот, этот прием очень простой, он заключается в том, чтобы идти куда-то Не иметь денег Многие скажут, Яна, ну что за смысл идти, допустим, в какой-то классный торговый центр Где много одежды, где все красиво, блестит, хорошая музыка, вкусно пахнет И все зовет тебе купить, ну хоть какую-то одну вещь, ну за какие-нибудь 10 евро Либо эквивалент 10 евро, что это такое для многих из нас Это некое быстрое потребление, которое здесь и сейчас позволяет тебе почувствовать себя несколько лучше Могу сказать, что, тем не менее, это очень важно В особенности, если нам нравится красивая одежда, посещать такие места Так же, как делаю я Я, на самом деле, настолько сейчас устала от красивой одежды Что очень часто выгляжу не очень хорошо И более того, могу сказать, что сейчас, записывая канал уже более двух лет Я выгляжу в повседневной жизни несколько хуже, чем выглядело тогда, когда я канал Либо вообще не записывала, либо только-только начала его записывать А все это случилось потому, что у меня произошла вот такая насмотренность И такое насыщение красотой и красивой одежды, что я от этого устала Я совершенно точно знаю, как я могу выглядеть, когда я могу выглядеть Сколько времени мне на это понадобится Я знаю, что сделать мне это будет очень-очень легко А произошло все это также благодаря тому, что я снимаю стритстайл Но не просто я выхватываю красиво одетых людей Я думаю, что многие понимают, что мои видео о стритстайле Отражают прежде всего мое представление о том Как стоит одеваться многим из нас Как можно одеваться многим из нас То есть это совершенно точно моя проекция Хотя мне многие пишут, Яна, вот вы снимаете хорошо красивых людей А сами-то выглядите не очень Хочу заступиться за себя любимую И сказать, что тем не менее я, прежде всего, я выбираю и вижу этих людей На улицах среди, допустим, других одетых людей так или иначе Так вот могу сказать, что со мной случилась эта насмотренность Которая совершенно точно произойдет и с вами Если вы будете посещать те же самые торговые центры Для многих женщин действительно, в особенности я представляю в России Когда холодно, когда темнеет рано Когда ветер завывает на улице Пойти в какой-нибудь торговый центр Где, повторюсь, классное освещение, комфортная температура Приятно пахнет, стройнет зеркала и ты видишь себя более красивой, более молодой, возможно, и более фэшн Это действительно способ даже расслабиться В этом нет ничего плохого Важно сохранять свою, что называется, потребительскую свободу Так очень важно Да, получить то, что мы можем получить от этих магазинов и торговых центров Это красивые витрины Посмотреть, как компонуются вещи Обратить внимание А возможность сделать двухчасовую примерку И наконец-то понять, какая длина юбки Какая длина платья должна быть Чтобы твои ноги были действительно вау-вау Но при этом, повторюсь Не иметь ни цента в кармане Очень долгая подводка к моему личному опыту Я много раз рассказывала, как мне нужно было прикупить себе нижнего белья И как очень долго я не могла этого сделать По одной простой причине Что я все время выбегаю из машины Я никогда не жду, когда мой муж меня подвозит Никогда не жду, когда он припаркует машину Потому что очень часто это занимает целый час времени И в последнее время я стала практиковать на самом деле Поездки на автобусе Потому что невозможно столько долго парковаться Соответственно, я выбегаю из машины Для того, чтобы мои руки были свободны И вообще я человек, который привычен ходить без сумки Много раз об этом рассказывала Классная привычка Всегда ты на легке Но всегда ты, в общем-то, и без кошелька Без денег Тем более, что я так же часто рассказывала В своих видео о минимализме Что есть вещи в нашей семье Которые совершенно осознанно мы используем Одна вещь используется несколькими членами семьи В нашем случае это кошелек Да, у нас с мужем общий кошелек Там лежат все кредитные карты Там лежат все наличные Там лежат все документы И, соответственно, с одной стороны это очень удобно А с другой стороны я всегда человек, который налегке И который оказывается без денег И могу сказать, что я уже много раз бы купила что-нибудь себе Ну вот опять же, я по рынкам часто хожу Какие-то магазинчики забегаю Что-нибудь в пределах 20-30 евро Что бы это было? Я показывала классные шляпы, классные кепки Вот в тот день, когда я показывала классные шляпы, классные кепки Я бы купила себе и одну шляпу, по-моему 20 евро она стоила Возможно 25 И классную кепку Очень мне понравилось, все очень мне шло И, соответственно, потратила бы я какие-нибудь 50 евро совершенно точно Недавно я увидела классный джинсовый комбинезон И о нем тоже рассказывала Я как представила Под этот джинсовый комбинезон какую-нибудь тонкую водолазочку Либо тонкий свитерочек, чтобы тебе было тепло Расстегнуть пуговицы И ты будешь такая стильная Я тоже много раз на обзоре витрин показывала, как это можно носить Какие-нибудь леггинсы теплые С начесом, шерстяные Под этот широкий комбинезон У него такие хорошие широкие штанины И, опять же, у меня, например, нет широких штанов Я много раз рассказывала Широкие брюки не поселились пока в моем гардеробе Возможно, никогда не поселятся Так вот это была бы, опять же, возможность Попробовать носить широкие брюки А-ля палаццо Возможно, с пальто Возможно, с укороченным пуховиком Соответственно, вот этот бы комбинезон Я бы точно купила Но не было денег у меня в кармане Что бы еще я себе купила Это я помню, как сейчас Носочки я увидела И, конечно, бы я не ограничилась одной парой шерстяных носочков Потому что все цвета были красивые Были красивые бежевые Были красивые коричневые Красивые серые Красивые серые меланж Вот, наверное, 5 носков я бы себе купила Как вы видите, там цена 12 евро за одну пару Соответственно, 5 умножить на 12 Кто быстро посчитает, тот молодец Это были бы какие-нибудь, наверное, 60 евро Я бы оставила в тот день В тот день совершенно точно Кстати, если у вас есть ботфорт Имейте в виду, что шерстяной носок Эти носки выше колена Гольфа, точнее, выше колена В Италии называется Ла Париджана Это очень хороший способ утеплиться действительно зимой Потому что сапоги ботфорта Сами по себе креют Плюс еще высокий шерстяной носок Это очень-очень тепло Очень-очень уютно Соответственно, вот носки бы я себе купила еще Что еще я видела Также классного на рынке Обычно на рынках я снимаю Часто вижу своих стритстайлеров Именно там, за совершение повседневных дел Я бы купила какие-нибудь вещи для дома Я увидела инноваторские ароматизаторы для дома Натуральные, 100% натуральный продукт Мне бы хотелось попробовать Потому что я очень люблю, когда дома вкусно пахнет Я также показывала шикарные развалы с кашемиром Многие мне написали Яна, ну неужели вы верите, что за 40 евро можно купить кашемир? Да, я верю Потому что, во-первых, это производство, которое находится непосредственно под падуей То есть ты можешь приехать туда и купить все за полную цену И вот эти остатки Вот эти какие-то новые модели, возможно, которые еще не запущены в производство Либо не будут запущены в производство Была какая-то пробная коллекция Все это можно купить на самом деле за гораздо меньшие деньги Чем если поехать в магазин Либо если поехать прямо на производство и купить Поэтому, да, я бы стала наверняка еще обладательницей Какого-нибудь белого свитерочка за 40-60 евро Какого-нибудь черного Обязательно черного Я очень-очень люблю Соответственно, вот такой простой способ ходить без денег Совершенно без денег При этом принимая все преимущества вот такого времяпрепровождения Среди красивых вещей Который прежде всего развивает нам вкус Который прежде всего оттачивает наше умение выбирать вещи для себя Понимать, что нам нужно и нравится Это очень и очень эффективный способ Не просто бороться со своим потребительским голодом Со своим шоппинговым голодом, можно если так сказать Но и получать абсолютно точно преимущество От того, что маркетинг смотрит на нас грустными глазами От того, что реклама вся нацелена на нас Очень часто именно на женщин Мы должны хорошо выглядеть и быть хорошими хозяйками О детях позаботиться, детей осчастливить И мужа также На самом деле мы являемся женщинами-потребителями По многим-многим фронтам Там, где мужчина, возможно, и не покупает И даже не задумывается о покупках Мы, тем не менее, подвержены как раз таки идее о том Что для того, чтобы осчастливить свою семью Осчастливить своих детей Выглядеть лучше, быть здоровее, быть моложе, прекраснее и так далее И, в общем-то, на нас направлена вся эта информация Очень часто, к сожалению, мы ее не можем идентифицировать И находимся под властью этой информации Ничто иное, как маркетинг и агрессивная реклама Желаю всем быть свободными от стереотипов потребления Желаю всем совершенно четко понимать Что делает их красивыми Что делает их счастливыми Что радует, а что радует И, соответственно, совершать свой выбор Купить эту вещь, стать ее обладателем или нет Совершенно свободно Исходя из своих собственных представлений О том, что нужно и о том, что не очень сейчас необходимо Я же на этом с вами прощаюсь Это была Яна Скворцова Всем пока-пока